Больных коронавирусом в Дагестане становится все больше. В стационарах республики находится почти 1400 пациентов с этим диагнозом. Увеличено количество коек для больных с ковидом. Сейчас это уже 1500 мест. К середине июня в Дагестане иммунизировано почти 113 тысяч человек. Врачи, которые не понаслышке знают, как страшен этот вирус и как тяжело переносится болезнь, приняли решение пройти добровольную вакцинацию. Я работала на первой волне и на второй волне, но я решила, что вакцинироваться лучше, потому что я сама заболела, боюсь заболеть, и со здоровьем, чтобы было нормально. Я сам переболел в августе прошлого года. Я сам переболел в достаточно легкой форме, несколько температурил и в принципе все. Но мои близкие, несколько человек, переболели достаточно тяжело. Их пришлось госпитализировать. Поэтому я бы не хотел испытать все то, что испытали они. И считаю, что стоит сделать вакцину и обезопасить и себя, и своих близких от данных заболеваний. Я решила вакцинироваться для выработки антител, потому что напрямую работаем с пациентами, и могут попасться пациенты с ковидом, естественно, чтобы не было повторно заражений, и выработался иммунитет заранее. Врачи уверяют, чем больше вакцинированных, тем ближе приобретение того самого коллективного иммунитета. Прививка – это почти не больно. Место инъекции не рекомендуется мочить в течение трех дней. Стоит отказаться от посещения бани и сауны и пару дней избегать физических нагрузок. Но главное – не забыть сделать вторую вакцину. Вторую мы делаем 14 июля. Придем также к вам сюда. Несколько дней может быть небольшие головные боли, повышение температуры до 37, 37 с костиком. Это нормально. Мы вот вместе с моей медсестрой уже второй день вакцинируем коллектив РКБ. У нас на лекции две вакцины – это гам-ковид-вак и эпи-вак. Сотрудники больше предпочитают гам-ковид-вак. В настоящее время вакцина гам-ковид-вак торговой марки «Спутник Ви» в термоконтейнерах развозятся по территориям Дагестана. Все желающие привиться могут обратиться в пункты вакцинации, в поликлиниках по месту жительства, а также на мобильные пункты.